Рав, Давид! Шалом! Ходышто! Вчера у нас наступил замечательный месяц Шбат, и сегодня я хотела бы поднять одну из таких важных тем, особенно для еврейской женщины, девушки, для Бат-Меллах, для дочери царя. Все знают, я думаю, многие знают, что у женщины есть такие три главные заповеди, заповеди короны. Это зажигание шабатных свечей, отделение халы и соблюдение семейной чистоты. Но, как написано, у нас всегда нужно стремиться к совершенству. И вот я хотела бы уточнить, Рав, Давид, о самых важных деталях исполнения заповедей шабатных свечей, как правильно, как неправильно, как лучше, как не нужно делать. Вот у нас тут подсвечник. Будет здорово, если у вас есть возможность ответить на этот вопрос. Спасибо, Рав, Давид! Шалом Хана и Ходышто! Спасибо за хороший вопрос. Сразу поправлю тебя, что митсват, зажигание свечей, это не только для женщин, но и для мужчин. Любой еврей обязан зажечь шабатные свечи. И учится это из квот шабат, уважать, почитать день субботний. И так же, как мы одеваем шабатный костюм, мы накрываем на стол, красивую посуду, вкусную еду. Так же, в честь шаббата, мы зажигаем шабатные свечи. И принято зажигать две свечи. Одна кенегит захор, помни день субботний, и вторая кенегит шамор, соблюдай день субботний. И давай разберем, какие основные условия для исполнения этой заповеди. Написано в Талмуде, и это приводит Шульхана Рух, что есть две главные причины, ради чего зажигаются шабатные свечи. В отличие от ханукальных свечей, когда мы ставим свечи в окне или за калиткой, чтобы показать другим чудо хануки, шабатные свечи, наоборот, их ставят в доме, и они нужны для исполнения заповеди. Какой? Первая причина, которая указана, это шломбайт. Шломбайт, мир в доме, состоит из двух вещей. Во-первых, чтобы не было ссор, во-вторых, чтобы укрепить, чтобы было, наоборот, очень хорошее отношение. Поэтому свет свечей, если есть темнота, то можно упасть, и вообще ты не видишь, что ты кушаешь, и нет такой особой радости, отношение не укрепляет. Поэтому зажигаются шабатные свечи, чтобы люди не спотыкались, чтобы не ссорились, и чтобы было приятнее кушать при свечах, и тогда отношение тоже, да, общение, отношение намного лучше. Но часто этот аспект не актуален. Почему? Потому что у всех в доме горит свет. Да. Да, очень много есть ламп, освещение. Поэтому никак шабатные свечи не могут помочь в этом аспекте. И без них есть достаточно света. Поэтому есть еще одна причина, которая указана в шульханарухе. Это оник шабат. Это получать удовольствие от шаббата. То есть, когда человек ест, и при свечах, свечи вокруг, даже есть свет, но свечи, они добавляют удовольствие трапезе. Да, мы знаем, что часто люди зажигают свечи для того, чтобы они не сидят в темноте. Есть свет, но свечи, они всегда добавляют удовольствие трапезе. Поэтому отсюда вытекает очень важный момент, что если человек зажигает свечи и идет потом в гости, он не ест при свечах у себя дома, то он не может благословить на эти свечи. Это вот очень частая ошибка, что люди зажигают свечи, идут куда-то в гости, кушают там при других свечах, а свои свечи они зажгли, сказали бы, благословение, и не воспользовались, не ели при этих свечах. Это называется брахали ватала, то есть это бесполезная браха в такой ситуации. Что надо делать? Нужно договариваться с хозяевами дома, чтобы они, чтобы, допустим, хозяйка дома, которая зажигает свечу, имела в виду всех гостей, которые придут, что она для них тоже зажигает эти свечи. И тут мы подходим к важному вопросу, в принципе, да, если, как я сказала, многие часто в семье понимают, что жена зажигает свечи, а муж идет в синагогу, и все. На самом деле, жена должна, когда зажигает свечи, иметь в виду всех, ради кого она зажигает, это мужа, это сыновей, дочерей. Она должна иметь в виду, что я сейчас исполняю заповедь не только для себя, но и вывожу заповеди всех домашних и всех гостей, которые к нам придут. А гости или муж или дети должны иметь в виду, что на нас тоже есть заповедь зажигания свечей, мы тоже обязаны, и что вот мама или жена для нас зажигает, и она нас имеет в виду этим, и мы выходим с ее зажиганием в заповеди свечей. Да, это очень важный момент, и для мужа, для детей, для гостей, и для парней, у которых, допустим, нет семьи, или для любых людей, которые идут куда-то в гости, да, они должны понимать, что у себя зажигать в доме нет смысла, потому что митцвы нет, потом они там не пышают. А нужно иметь в виду, что нас выводят, позвонить туда, договориться, что если вы нас пригласили в гости, то когда вы зажигаете свечи, имейте в виду тоже нас, да, или прийти на зажигание свечей к ним, в эту семью, и тоже там поучаствовать в зажигании свечей. Все, да, поэтому, да, еще раз пока, что мы сказали, да, значит, первое правило, это цель, ради чего зажигаются свечи, обычно это, поскольку есть свет, есть освещение, то нет проблем с шломбайтом, то есть они никак не добавят шломбайту, они никак не убавят от шломбайта, да, главная причина, ради чего зажигаются шабатные свечи, это он их, это удовольствие, да, он их шабат, получить от них удовольствие, и написано, что удовольствие получается во время трапезы, еда при свечах, даже если есть освещение, добавляют удовольствие, это первое сказали, да, и второе, то, что отсюда вытекает, что свеча является, можно благословить на свечу, на заповедь исполнения свечи, только если ты потом собираешься кушать при этих свечах, а если не собираешься при них кушать, то нечего зажигать, это заповедь нет смысла, а что тогда делать, да, если человек идет в гости, нужно помнить, договориться с теми людьми, куда он идет, чтобы они его имели в виду, вывести в этой митцве, или прийти залегать с ним вместе, да, и помнить, что заповедь есть у мужчин, у женщин, у детей, у всех есть, это заповедь. Да. Теперь есть еще такой совет, да, что вот когда человек женится, девушка выходит замуж, они должны сразу договориться между собой, смотри, муж говорит жене, смотри, ты меня будешь вводить в заповеди шабатных свечей, а я тебя буду вводить в ханукальных свечах. Потому что обычно ханукальные свечи зажигает мужчина, и тоже он имеет в виду для всех, это заповедь для всей семьи. А шабатные свечи зажигает женщина, и тоже имеет в виду всю семью. Поэтому это главная вещь, еще очень много деталей, очень много тонкостей, но это главное, о чем нужно помнить, и, да, что когда мы говорим в раху, да, надо думать о тех, ради кого мы зажигаем, и иметь в виду, что потом будем кушать при этих свечах. Здорово, очень интересно. Спасибо большое, рада. Все хорошо, жду интересных вопросов. Спасибо.